ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тысячи жизней искалечило немало судеб. Впервые в истории человечества научные достижения цивилизации показали свою оборотную сторону. Ядерный реактор 4-го энергоблока атомной станции вышел из-под контроля, взорвался и загорелся. В течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года происходил выброс продуктов деления ядерного топлива из поврежденного реактора на уровне миллионов кюрей в сутки, после чего резко упал в тысячи раз и в дальнейшем продолжал уменьшаться. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров. Из них около 60 тысяч квадратных километров территорий находятся за пределами бывшего СССР. Наиболее пострадали от радиационного загрязнения территории Украины, Белоруссии и России, на которых проживало более 9 миллионов человек. Большие дозы радиации приводят к смерти. Именно эту участь приняли многие участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Первыми из них были герои пожарные, тушившие горящий реактор сразу после взрыва. Большинство из них умерло в течение следующих 14 дней. Но если бы не героизм персонала станции, пожарных, ликвидаторов аварий, отдавших свои жизни, последствия были бы намного страшнее. В сегодняшнем выпуске передачи «Лица Сарова» мы расскажем о двух саровчанах, которые в разное время вносили вклад в стабилизацию чернобыльской обстановки. Александре Кайдарове и Юрий Демини. После эвакуации населения остров стал вопрос о восстановлении разрушенных объектов и остановке радиационных выбросов. На ликвидацию последствий отправились специалисты со всей страны. Еще до начала работ на объекте укрытия с целью снижения выбросов из разрушенного реактора люди начали сбрасывать с вертолета в шахту свинец, каучук, циолит, песок и многие другие материалы. В первый день было произведено 45 вылетов. 28 апреля уже 90 раз вертолетчики летали к 4-му блоку. А к 1 мая количество полетов увеличили в 15 раз. Строительство так называемого саркофага запустили в начале июня. Александру Филипповичу Кайдарову на момент прибытия было 44 года. В Сарове он был заместителем управления производственно-технологической комплектации. В Чернобыль его пригласили возглавить это управление. По управлениям строительства нашей отрасли, а их было в нашем 11 главке, 13 управлений строительства на ВАИ, Степногорск, Усть-Каменогорск, Европейская часть, Узбекистан. Направила телеграммы, что дал разнарядочку, каких профессий, сколько человек отправлять. В том числе отправили в УЗ-909. Сформировали команды, притом предупредили, что там едем на пустое место, с собой брать всю технику, к ней запчасти, ремонтные бригады и по специальностям, сколько каменщиков, сколько бетонщиков, сколько там водителей. Наша задача была обеспечить строительство всеми строительными материалами, механизмами, машинами, запасными частями. Колоссальные объемы, это круглосуточная работа. Работал три бетонных завода, которые обеспечили. У нас было три базы, две в Тетереве и одна была в 30-километровой зоне, на границе. И там мы перегружали с чистых машин на грязные и увозили уже на место производства работы. Работы по дезактивации территории нужно было завершить за пять месяцев. Большие потоки стройматериалов шли с разных уголков республик. Специалисты прорабатывали пути подачи, рассчитывали технические требования и количество необходимых ресурсов, которое превышало годовые объемы в пять раз. Специально оборудовали эстакаду, построили две их. И цементовозы работали и выгрузка круглые сутки, и транспорт возил круглые сутки. Щебень подавался по Припяти баржами и часть железной дорогой. Тоже с украинских карьеров. Притом требования к щебне были очень высокие. Нужна была фракция 5,10 и 5,20. Это маленький размер камушков, потому что бетононасосы, там стояли импортные швинги, путь мастера, они работали только на мелком щебне. Чуть крупной фракции попалось, он забивался, его снимали, ставили другой, отремонтировали. Поэтому огромный объем работ. Металлоконструкции, металла. Если в цифрах, то условно, я говорю, вот наше управление строительства, бывшее 909, которое обслуживало наш город Саров, в Нижнем Новгороде очень много объектов. Строили атомную котельную, которую не достроили благодаря НЕМЦУ. И Чернобыльская авария. Потребляла цемента порядка, значит, 50 тысяч тонн в год. А на Чернобыль мы поставили 260 тысяч тонн за 5 месяцев. И переварила все это стройка в виде бетона, в виде раствора. С 1 августа начались работы по возведению основных конструкций укрытия. На площадке в Трисмены работали более 8 тысяч человек. Люди спали по 2-3 часа в сутки, работали на пределе возможностей, на фоне большого количества радиации, витавшей многокилометровым облаком. Это сказывалось как на физическом, так и на психологическом состоянии. В Тетереве был уровень радиации 200 миллилерген в час. Это был июнь, июль, август, сентябрь, вплоть до ноября, когда уже закончили это. Потом уже, конечно, этот фон понизился. Было сделано много работ по рекультивации земель, по дезактивации и так далее. Защита была, будем говорить, самые-самые элементарные. Распираторы с тканью Петряева, которая в какой-то степени защищала от радиоактивных этих веществ, пыли. Это самая главная защита. И спецодежда. А спецодежда – это что такое? Рабочий костюм хбшный, белье хбшное, рубашечка, кальсоны, и сапоги, и обувь. Это все выдавалось, будем говорить, каждый день. И эта защита, она, ну, в какой-то степени пыль на себя собирала, спецодежда ее сбрасывали и выдавали новую, но она не защищала до такой степени, что вообще не получить. По воспоминаниям Александра Филипповича, уже через 2-3 недели пребывания в Тетереве и 30-километровой зоне почти у всех пропадал голос. Врачи проводили исследования на тему воздействия радиации на организм. Тогда все процессы для специалистов были в новинку. Рабочие поддерживали здоровье с помощью качественного питания и ежедневного употребления минеральной воды. Сначала сроки выполнения работ казались недостижимыми, но благодаря самоотверженности и трудолюбию специалистов 30 ноября строительство сооружения укрытия с бетонометаллоконструкции и свинцовых листов завершилось. МАГАТА дали очень высокую оценку выполненных работ. Были убеждены, что действительно по замерам, по всему радиации такой больше не повторится. Укрытие обеспечивает безопасность нераспространения радиоактивных загрязнений. То есть цель была достигнута. Но на этом работа Александра Филипповича на объекте не закончилась. С 3 января по 18 февраля 1987 он вместе с подчиненными занимался доработкой укрытия, завершал организационные процессы, передавал личный состав, оформлял окончательный ликвидационный баланс. Было такое облегчение, как будто действительно мы побывали на том свете и вернулись. Вернулись, выполнили ту задачу, которая перед нами стояла, получили высокую оценку своей работы. И была гордость за то, что мы большую пользу принесли не только Советскому Союзу, ну и на международной арене крепили свой авторитет. В 1988 году другой саровчанин Юрий Павлович Демин отправился в зону отчуждения. Там он 3 месяца был заместителем начальника отдела дозометрического контроля и радиационной безопасности. База находилась в самом Чернобыле. Наши люди брали у работающих на станции, на территории, у строителей, дозиметры, брали их, обмеряли и смотрели дозы, могут ли люди там работать. И составляли картограммы полей для того, чтобы определить время работы людей на том или ином объекте, чтобы не было переоблучения. Вот основная была задача отдела дозометрического контроля. То есть они были первыми везде, а потом туда шли и строители, и другие работающие. Ученые, медперсонал, бригады рабочих и военнослужащие, которые отправились на ликвидацию последствий сразу после аварии, не знали, с какой стороны подступиться. Не было еще слаженной схемы действий. К 1988 году специалисты взяли полный контроль над процессами. Благодаря работе отдела дозометрии люди понимали, в какой зоне и сколько по времени можно работать. Машинный зал, он четвертого блока. Для того, чтобы допустить туда людей, отдел дозометрического контроля УНИЕВ, провел следующую работу. Зал очень длинный, там он около 80 метров. Высота там тоже очень высокая, 9 метров. Там нужно было проводить строительные, ремонтные работы. Вот для того, чтобы определить, сколько люди могут работать, на какой высоте, на какой глубине, отделом дозометрии, был проработан следующий вопрос. Надували гелием шары, привязывали шпагат, и на этот шпагат вешали дозиметры, накопители. Далее наши дозиметристы бежали туда далеко вперед, опускали шары, которые поднимались вверх, и вот эти вот все дозиметры сверху донизу собирали информацию, на какой высоте, где, сколько, какая доза, и потом вставляли картограмму и давали людям, которые после нас шли работать, они знали, что вот в этом месте работать нужно 2 часа, 3 часа или 30 минут. Также дозиметры давали каждому сотруднику в конце рабочего дня, чтобы он фиксировал суточную порцию облучения. У каждого был свой дозиметр, накопитель, который насчитывал. После его сдавали девочкам, которые обсчитывали на компьютер, смотрели, и давали информацию на завтра, ну, на следующий день, сколько у вас получено, сколько вам можно работать. С 1986 по 1989 в восстановлении радиационной обстановки приняли участие около 300 тысяч человек. Самоотверженность советских людей невозможно переоценить. У многих из них было право отказаться от поездки в зараженную зону. Однако чувство долга заставляло людей месяцами находиться там, добровольно расширять свою работу за пределы обязательного срока. Ликвидация последствий имела объединяющую силу и с европейскими странами. Очень большую помощь оказала Германия. Значит, они поставили нам уникальное оборудование в виде кранов грузоподъемных 600 тонн, демагов. Такой техники Советский Союз не видел никогда. Они поставили 90-тонные краны на автомобиль, на пневмоходу, то есть автомобильные, где у нас больше 25 тонн кранов не было, автомобильных, а это 90 тонн, несколько кранов работало. Они поставили бетонные насосы, они поставили бетоновозы фирмы Штеттер, которые потом уже стали, значит, после Чернобыля серийно выпускать и наши промышленности. Это уникальное оборудование. Поэтому, значит, спасибо то, что общим коллективом, значит, Европы и Советского Союза мы справились только благодаря коллективному труду. Уже 4 года Юрий Павлович Демин занимает пост председателя общественной организации «Союз Чернобыль». Его члены совсем недавно встретились с городскими властями на торжественном приеме в честь 35-летия со дня одной из самых страшных техногенных аварий 20-го века. Общественная организация «Союз Чернобыль» в Сарове существует 27 лет. Сейчас в нее входят почти 300 ликвидаторов последствий аварии, которые всколыхнуло весь мир. Это люди, которые самоотверженно вкладывали силы и время, рисковали здоровьем и жизнями ради восстановления радиационной обстановки. Перед 35-летней годовщиной со дня Чернобыльской аварии глава города и представители городской думы организовали торжественный прием. Слова благодарности за то, что вы выбрали то направление, тот путь и чего бояться этих слов спасли наши территории от возможного развития ситуации, при которой наша страна выглядела бы иначе. За общим столом ликвидаторы поделились впечатлениями, рассказали о своей истории пребыванию в 30-километровой зоне, о своем вкладе в масштабную работу. Также участники встречи обсудили необходимость установки в нашем городе памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. С этой инициативой члены Союза выступают с 2010 года. Специалисты подготовили эскизы, составили предварительные сметы, но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Если руководство города эти вещи понимает правильно, то они должны это дело сделать, открыть, чтобы люди знали, что была такая большая беда, которую советские люди победили, и этот вопрос решили, который многих, многих, две трети уже их не в живых. Участников чернобыльских событий наградили благодарностями от администрации города. Глава пообещал взять вопрос с установкой памятника на особый контроль. Союз Чернобыль сотрудничает со многими учебными организациями города. Во многих школах в этом году запланированы уроки памяти, где приглашенные участники ликвидации аварии смогли бы рассказать подрастающему поколению о катастрофе и своем опыте работы. Месяца четыре назад мы выдали в школы города книгу памяти, четвертую, которую издал Федеральный ядерный центр. Спасибо руководству. Ну и с нашей помощью. Книга рассказывает о всех тех людях, которые смогли туда попасть. по разным причинам некоторые не попали, уехали, умерли. И то есть там фамилии людей, которые без фотографий, но о них тоже рассказывается. Вот во все библиотеки школ города мы эту книгу просто подарили. Истинные размеры и последствия Чернобыльской аварии не оценены до сих пор. Мировое сообщество, получив урок, разработало основные подходы по обеспечению безопасности, основанные на принципе глубоко эшелонированной защиты. На всех АЭС мира постоянно проводят модернизации, направленные на повышение безопасности. Специалисты уверены, страшная трагедия теперь не повторится. Во многом благодаря эксперименту, который провел теплофизик Владимир Осмолов. Он сумел организовать так называемый эксперимент «расплав». То есть повторить то, что произошло на Чернобыле, но под контролем людей и не в таких масштабах. Это стоило огромных денег, поэтому сбрасывали все государства и капиталистические, и наш Советский Союз на крупную сумму денег, чтобы произвести этот эксперимент и выработать технологию проектирования, строительства реакторов нового типа, который сейчас работает. это к тому, что сейчас выводы большие сделаны наукой, сделаны поправки технические все, и поэтому сейчас реакторы очень надежные. А подготовка кадров в нашем министерстве, то есть после этого аварии с Минэнерго все атомные электростанции передали в Минсредмаш. А в Минсредмаш в Обнинске у нас прекрасный отдел подготовки кадров. Там действующий макет реактора атомной электростанции и соответственно на его основе проводится учеба. Федеральным законом дата 26 апреля включена в перечень памятных дат России как день участника ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф и памяти их жертв. Сегодня эта дата повод напомнить обществу о героическом подвиге участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, которые ценой своей жизни и здоровья спасали человечество от пагубных последствий радиации. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова